приветствую вас знаете вот можно описать поведение вашего мужчины как очень нерешительно он с одной стороны не может вам простить ваших оскорблений ссор там и так далее вы не можете простить ему предательство он не настолько вас не любит не настолько вас забыл чтобы развестись и уйти окончательно другой женщины вы тоже в нем нуждаетесь ситуация достаточно патовая но из нее есть выход вы для начала перестаньте винить себя но вы не виноваты в конфликте вы пишете что на 70 процентов виноваты вы это не так конфликт в конфликте всегда поровну виноваты оба человека и и ваше поведение до тех пор пока будет продиктована виной а обвинениями в себе себя она не будет в полной мере отращать ваших интересов видите ли мужчине очень удобно у него есть любовница у него есть вы с мамой проводят быть с любовницей он отдыхает и все вроде бы хорошо всем хорошо кроме вас и наверное ребенка так вот знаете вести себя в этой ситуации нужно так кроме того что он мужчина вот ваш муж он еще и отец ребенка любящий отец ребенка простите никогда не оставит своего своего дитя на улице во первых во вторых не лищет матери а значит квартира которую он вам снимают это проявление его как отца ребенка а не как вашего мужа и именно так нужно ставить вопрос когда вы говорите о том что не можете его выгнать дальше что значит вы не можете его выгнать а если мужчина эту квартиру начало снимать в период вашего брака и не было заключено брачного договора то простите половина ваш квартир и да может быть это не так не так хорошо не так выгодно не так удобно но это факт у вас есть половина имущества которое было нажито вами в период брака то есть как мы минимум на половину всего того что имеет муж у вас есть право и вы имеете полное право требовать от него это же имущество в случае если вы решите с ним таки развестись но поскольку вопрос больше психологического плана то как я уже сказал мужчина очень хорошо устроился значит для начала нужно перестать себя винить как бы там ни было ошибаются все и ссорятся тоже все это нормально то что вы были не правы в каких-то моментах не дает вашему мужу сейчас право так с вами себя вести простите но это оскорбительно приходить к женщине к своей жене которая знает что у него есть любовница и потом к любовнице уходить это оскорбительно и поэтому вам нужно четко сказать что прости дорогой но как бы мне неприятно что ты находишься у меня хочу устроить свою личную жизнь я хочу найти другого мужчину себе и так далее и пожалуйста для дочери поснимай квартиру пока я не найду себе нашим другому мужчину как только найду мы сразу уйдем к нему и будем жить у него именно так вам нужно поступать чтобы спустить мужчину с небес на землю и подтолкнуть его каким-то действиям во-первых данным высказыванием вы сразу обозначите свои интересы дадите мужчине понять что вы не чувствуете себя виноваты потому что сейчас он знает об этом и пользуется причем пользуется достаточно агрессивно во вторых вы дадите понять мужчине что они собираетесь его ждать то есть несмотря на то что он ушел от вас и несмотря на то что он опять приходит к вам вы не собираетесь мириться такими вот полимерами и хотите нормальных полноценных отношений почему потому что вы женщина и как у женщины у вас есть свои соответствующие потребности и именно эти потребности вам нужно реализовывать вот именно так вам и нужно с ним себя риски и и конечно конечно отдельно необходимо поработать конфликт то есть кто-то с вами произошло является следствием не вашей вины является следствием негативного поведения обоих вас обоих и вина ваша и же раз повторю она равноценна она равнозначна вы не больше виноваты чем мужчина и комикант выбрать эти кто и кто ушел другую женщину мы или муж муж может быть все таки муж больше виноват вы знаете я думаю что а из-за того что вы себя вините мы недостаточно уверены в себе а из-за того что вы недостаточно уверены в себе вы не боретесь за свои права за свои интересы в итоге мужчина просто напросто сидит на двух стульях и соответственно вам нужно это прекратить потому что вы бравы что это бьет по вашей гордости и будет бить до тех пор пока вы будете позволять мужчине это делать понимаете он не имеет права вы выгнать вас из этой квартиры по закону он не имеет права лишить вашей площади потому что там его ребенок мужчина обязан будет снимать эту квартиру для вас ну может быть другую квартиру будет снимать для вас потому что он всегда будет обязан вас задержать пока у вас не появится в своей работе или другого мужчины так вот не нужно чего-то бояться не нужно чего-то ждать не нужно винить себя и робеть мужчина поступил совершил определенное решение хорошо был конфликт но конфликт можно было решить каким путем путем приговоров путем разговоров выяснения отношений мужчина предпочил уйти хорошо это его выбор мужчина живет полной жизнью печати живет полная ж— скажет а вы почему не живете полной figure вопрос почему вы не живете полной жизни печати что вам мешает чем вы хуже мужчины я не думаю что вы можете ответить на этот вопрос так как ваши вины нет ни в чем в том, что касается отношений с мужем. Вашей вины нет в том, что вы ну как бы были ссоры, вы сказали то, что, может быть, говорить не следовало бы. А корень-то в чём? Неужели мужчина ничего не делал такого, чтобы вас провоцировал? Больше подумайте о своих интересах. Об интересах девочки своей, дочке, которая значит так, сейчас, секунду. Да, дочке, которая не понимает, куда уходит её папа и почему он уходит. А вам требуется объяснять ей, куда он уходит. То есть, спасать, наверное, обманывать её. Ну, и зачем такое ребёнку? Поэтому вести себя нужно. так, как вы определите свои интересы и цены. Вот то, что в ваших интересах, вот то и продвигается. А то, что вам важно, вот на то и быть нацеленным в своём поведении. И не забывайте, что в нашем мире, пока вот своё не вырвешь кровью, ну, никто ничего не отдал. И вам необходимо не ждать, пока мужчина вот там что-то решит, да, а самой, брат, делать свои руки и просто-напросто создавать в какой-то базе для нормальной, спокойной жизни вас и вашего ребёнка. А мужчина, мужчина пусть что делает, пусть что хочет, то и делает. Но он решил, он выбрал, и вы поймите, что каждый такой у него приход, это, по сути, оскорбление. неужели есть что-то как бы оправдывающее подобное поведение? А просто спросите себя об этом. И спросите, ради чего вы терпите. Наверное, вы скажете, ради дочери, чтобы у неё была квартира, чтобы не было никаких проблем. На самом деле это оправдаем. Вы надеетесь, наверное, на то, что мужчина к вам вернётся. Вы надеетесь, наверное, на то, что он всё-таки бросит эту женщину и вернётся к вам. Но замечательный вопрос поднять вы не решаетесь. А нужно спросить у него прямо каким ты видишь будущее наших отношений? Почему приходишь к нам? Если ты ушёл, зачем приходишь? Зачем меня душу теребишь? Дочери? Поговорите с ним откровенно, прямо, хотя бы поймёте, что он хочет, хотя бы выясните отношения, там уже будет видно. как чё вы дальше делал. Но не забывайте никогда о своих интересах, и всё у вас будет хорошо. На этом всё, надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, личико пожалуйста, помогу. Буду благодарен, если оценить, если делать одним из лучшим. На этом всё, всего доброго.